Итак, сегодня весь мир поставлен на уши в связи с событиями последних месяцев. Кто-то называет это время лишь очередным испытанием для человечества, которое скоро закончится и все вернется на круги своя. А кто-то говорит, что возврата к привычной жизни уже не будет, и мы на пороге нового мирового порядка. Есть и те, кто видит в этом времени великое пробуждение, когда люди, выдернутые из привычного житейского круговорота, вдруг начали что-то осознавать. Последние больше других близки к истине. Наше так называемое коллективное сознание сделало качественный скачок. Некоторые моменты, что раньше были за кулисами, теперь стали очевидными и покинули раздел конспирологии. Человечество вдруг увидело, что существует некое мировое правительство, которое контролирует жизнь большинства стран мира. Влияние транснациональных корпораций, стоящих над государствами, вдруг обрело четкие очертания. Еще недавно все смеялись над разговорами о масонах, иллюминатах и тайных обществах. А сегодня так много людей увидели, что с этой информацией не просто сняты грифы секретности, но и представители подобных клубов стали сами открыто говорить о своей деятельности и принадлежности к ним. Комитет 300, Римский клуб, Бильдербергский клуб, Собрание Богемской рощи. Это больше не конспирология и не тайна. В интересное время живем. Итак, есть некая элита, управляющая миром с помощью своих сетей влияния, собирающиеся по закрытым клубам, устанавливающие порядки для всего населения Земли. По сути, это захватчики, удерживающие власть силой и сажающие на места своих людей, не давая доступа к управлению кому-либо низ своего круга. Очень важный момент. Все они занимаются оккультными или околооккультными практиками, чего только стоят ритуалы в Богемской рощи. Туда же многочисленные странные церемонии открытия Олимпиад, вишенкой из которых является мероприятие 2012 года в Лондоне, ну и, конечно, выступление ведущих мировых звезд на открытии Суперкубка, Евровидения и других подобных. Мадонна, Бьонси, Леди Гага и прочие жрицы культа являются завсегдатаями таких событий. Получается, что закулисные элиты не просто держат власть, но и вовлечены в некий культ. Это нам они навязывают атеистическое понимание мира с теориями эволюции и большого взрыва. Сами же они являются более чем религиозными людьми. Но вот только поклоняются они дьяволу, и культ, о котором идет речь, берет свое начало с древних времен. Этот культ описан еще в Библии. Служение Молуху, поклонению Астрате и Ваалу. Распространен он был в Вавилоне и на соседних землях. В Писании есть более 40 упоминаний этого культа. Кто же такие Астрата и Ваал? Это одни из первых детей первых падших ангелов. Они суть нефилимы. Астрата – идол плодородия и разврата. Кстати, другие имена Астраты – Аштар, Иштар, Астарот, Геката. И вот вам интересное задание. Найдите фото статуэток Гекаты и сравните их со статуей Свободы. Ваал – ее муж, идол плодородия, войны и солнца. И Астрата, и Ваал имели ипостась противоположного пола. Кстати, изображался как женщина с бородой. Понимаете, к чему теперь нынешние ЛГБТ-тенденции? Астрата тоже иногда изображалась с бородой, это было верхом привлекательности. А теперь сопоставьте эту информацию с тем, что сейчас активно продвигается через каналы шоу-бизнеса и Голливуда. Но вернемся к Астрате, она же Астарот, она же Аштар. Сегодня представители разных конфессий, а также философских и эзотерических течений говорят о борьбе сил света силами тьмы. Это действительно так. Однажды падшие ангелы уже пришли к людям, смешались с ними, соблазнив женщин. Дали некие знания и умения, которые в итоге привели к ужасному развращению и гибели первого мира в потопе, в том числе и гибели Атлантиды. Люди того мира приняли их с распростертыми объятиями. Они далеко не сразу распознали, что они слуги Люцифера. Эти нефилимы, падшие ангелы, научили колдовству, варенью трав, астрологии, производству оружия и прочему. Они были прекрасны внешне, женщины таяли от их притягательности. Они не пришли, как ужасные монстры из преисподней. Но дети этих ангелов были ужасны, они творили бесчинство, занимались созданием гибридов и едали людей, что в принципе отражено в легендах о великанах, которые в один момент одичали. Это было великим обольщением. Так и в наши дни нефилимы придут как более развитые братья по разуму, чтобы снова дать некие знания. Как и в те древние времена, они несли якобы просвещение, свет. Комментатор Стивен Бен Нун поделился отрывками из запрещенной книги Еноха. Енох выполнял функцию посредника между падшими ангелами, которые восстали против Бога, и праведными ангелами, которые служили и выполняли приказы Творца. 200 ангелов спустились с небес и взяли женщин по своему выбору, скрещиваясь с ними, тем самым дав начало расти нефилимов. Падшие ангелы научили человечество не только ремеслам. А Азазель научил мужчин изготавливать мечи, ножи, щиты и также произведения искусства из металла. Во втором отрывке описывается поход Еноха на юг, в место, где он наблюдал любопытное явление. Небо горело днем и ночью. Это может быть истолковано как летнее время южного полушария в Антарктиде, когда солнце светит 24 часа в сутки. Явление пылающего неба относится к южному сиянию, которое можно увидеть в основных южных широтах. Этот эпизод в историческом прошлом человека завершился небесной борьбой. Праведные ангелы сражались против падших и последние были побеждены. В качестве наказания Господь заключил их в Тартере и может быть эта тюрьма находится где-то в Антарктиде. Есть такая интересная манипуляция, к которой часто прибегают мироправители. Называется прогнозное программирование. Тут нужно упомянуть, что управление массовым сознанием рамков всего населения Земли дело непростое, но с определенным набором инструментов более чем осуществимое. Один из таких инструментов это Голливуд. Сложно переоценить степень его влияния на наше мировосприятие. Оно поистине колоссальное. Многие из наших мыслей и убеждений, которые мы считаем своими, на самом деле были заложены в нашу коробочку через кино. Голливуд помогает загрузить на наши сервера как определенные мотивы и модели поведения, так и ожидания. Так вот об ожиданиях и последующей их реализации. На протяжении последних более чем 70 лет Голливуд бомбардирует нас фильмами различных жанров, но в том числе и фантастикой про пришельцев. Что же мы узнали для себя из этих фильмов? Что инопланетяне бывают злые и добрые, что их визит это или вторжение, или прибытие, что они имеют разную внешность, есть захватчики-паразиты, а есть старшие братья по разуму. Кто-то из них пришел разрушать, а кто-то учить и созидать. А еще то, что верующие, предостерегающие об опасности таких контактов, сумасшедшие, что очень наглядно показано в фильме «Контакт». Ну и туда же все эти бородатые оборванцы, стоящие с табличкой «Покайтесь, конец близок». Понимаете уровень манипуляций? Вам уже заложили, как нужно относиться к подобным посланиям. Все это уже есть в наших головах и кажется таким логичным и понятным, но только пока не очень реалистичным. Что ж, когда-то всемирная пандемия тоже была чем-то из области фантастики. Итак, если предположить, что все эти фильмы снимают не для того, чтобы нас развлекать, а чтобы формировать для нас определенную реальность, то сначала создают ее ментально, где-то в мире идей в наших головах, а уже потом являют реальное воплощение этой идеи. Тогда получается, что нас готовят к вторжению, друзья. И все эти звоночки об инцидентах из официальных СМИ лишь закрепляют эффект, созданный Голливудом. Нам остается лишь ждать этого в относительно ближайшем будущем. Когда это будет? В этом году, в 2021, никто не знает. Главный вопрос все же в том, кто будет явлен человечеству под личиной внеземной цивилизации. Пишите в комментариях ваши ответы на этот счет. А также подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!